Это итоги недели. В студии Максим Кембель. Здравствуйте. А вот заголовки этих уходящих 7 дней. Республиканский каравай, взаимная вакцинация, модифицированный крахмал. В Беларуси разрабатывают веганский мармелад. На что еще делают ставку ученые? Это вам не молоко. Ассортимент бабушкиной крынки пополнился новым продуктом. Этот напиток состоит из овсяной муки, которая сама по себе очень ценна. Чем он полезен? Хорошо устроились. Организации и предприятия ощущают приток кадров. У всех возможен карьерный рост. На что может рассчитывать молодой специалист? Добро пожаловать. В стране упростили получение разрешения на постоянное проживание. Мы отмечаем высокую заинтересованность гостей. Кто может воспользоваться системой? Будущие инженеры, артисты, экологи. В Бобруйске сентября начнется набор детей в объединение по интересам. Детки принимаются все. Куда записать ребенка? Прощенные долги, смертельные наводнения и антивирусный режим. В Европе ужесточают ковидные правила. Как? Перспективный проект. Президент посетил Минский механический завод имени Вавилова. Производство многопрофильное. От бытовой техники до лазерных и оптико-электронных систем. В центре внимания Александра Лукашенко импортозамещение. В первую очередь главу государства интересует перспективный проект по созданию тормозного привода автомобилей. Инновационные изделия должны удовлетворить нужды отечественного и российского автопрома. После белорусский лидер пообщался с журналистами. В настоящее время США продолжают выгрузку своей военной техники в рамках операции «Атлантическая решимость». И затем планируется, что эти вертолеты, техника будут переброшены в страны Восточной Европы. Как вы считаете, можно ли здесь полностью исключить возможность каких-либо провокаций? Ведь мы знаем, что НАТО любит летать и присматриваться к тому, что происходит у чужих границ. Я это увидел еще раньше. Я увидел раньше, поэтому и попросил, давайте, это же демонстрационные полеты. Они должны понимать, что никакие вертолеты и самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Более того, мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Поэтому пусть привозят. Недавно журналисты молодцы, раскрутили их через Польшу, поставляли ли американцы украинцам оружие. Не знаю, какой процент, чуть ли не половина всегда летает. Диалог с представителями СМИ получился обстоятельным и острым. Президент поделился, у него сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Вновь коснулся темы суверенитета. Независимость Беларуси незыблема. С теми, кто думает иначе, разговора не будет. Уборочная компания, старые банкноты, цена вопросов. В Беларуси увеличивает страховое замещение по европротоколу на сколько? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Аграрии собрали 8 миллионов тонн зерна. Это без учета кукурузы. Осталось обработать меньше 10% площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году. Особое внимание уделяет соблюдению технологий. Уже приступили и к уборке крупяных культур. Даже на старте видны высокие показатели. Беларусь и Россия признали взаимную вакцинацию от коронавируса. Соглашение прорабатывали Минздравы и правительства двух стран. Главное – обеспечить более свободное и безопасное перемещение граждан по территории союзного государства. Сняты все ограничения в отношении владельцев сертификатов о прививке против COVID-19 и детей, у которых их нет. В Беларуси увеличат страховое возмещение по европротоколу. С 1 сентября максимальная сумма вырастет до 800 евро. Напомним, документ могут оформить два водителя при небольшом ДТП без вызова госавтоинспекции. Среди важных условий – отсутствие пострадавших, наличие прав и страховки. В стране продлили срок обмена купюр образца двухтысячных. Сделать это можно без ограничений комиссии в кассах Нацбанка. Принимают только банкноты от 100 рублей и выше. Подать заявку нужно до конца 2024-го. Напомним, деноминация в Беларуси прошла еще в 2016-м. В республике появится веганский мармелад. В пищевой промышленности одна из актуальных разработок – модифицированный крахмал. Он и станет основой. Также предполагается полностью исключить из рецепта желатин. А уже к концу 2023-го в стране выпустят колбасу из сои. Она не будет уступать мясной по своим питательным свойствам. Сменили зачетки на трудовые. Вот уже почти месяц молодые специалисты по всей Беларуси осваиваются на новом месте. Больше 60 тысяч человек набираются опыта на предприятиях, больницах и школах. Поддерживает их как руководство, так и правительство, обеспечивает жильем, достойной зарплатой, дополнительными выплатами и льготами. О мотивациях и ответственности Ольга Васинда. Роман Лысковец с первых дней в Бобруйске ощутил протянутую руку. Молодому специалисту предоставили комнату в общежитии со всем необходимым – диваном, холодильником, столом и тумбами. Комфортное место для разработки своих уникальных идей. Работает парень во Дворце искусств, руководит народным хором ветеранов. Поступил в Государственный институт культуры и искусств. Проучился 4 года и закончил по классу дирижирования академический хор. Меня встретили хорошо. Я устраивался 1 августа на свой день рождения. Коллектив в виде этого поздравлял каждый с днём рождения. В обязанности входят распевание, разучивание репертуара, постановка, проработка. То есть мы будем партиями учить и ставить программу номера. Распределение – не просто уверенность в первом трудоустройстве. Это возможность найти постоянное место работы с грамотным руководством и хорошим отношением, без десятка собеседований. Отличный пример – жизнь Кристины Марковой. ЖКХ девушка отдала уже 9 лет. Начинала как простой мастер, сейчас в статусе заместителя директора. Если человек приходит, который хочет учиться, который не просто пришёл отсидеть свой рабочий день, не чтобы его никто не видел и не слышал. Если человек хочет чему-то новому учиться, знать и помогать людям, как мы делаем в нашей работе, я думаю, что у всех возможен карьерный рост. В начале своего карьерного пути и Кристина Мишина. Специалист отдела технического контроля по распределению работает на Белшине, проверяет покрышки на наличие дефектов. А это больше ста изделий за смену. Настрой у девушки серьёзный. Устроилась на месяц раньше, чтобы освоиться и вникнуть во все этапы производства. Я училась в Бобруйском государственном механико-технологическом колледже по профессии химической технологии органических веществ, материалов и изделий. Коллектив хороший, мне все помогают. Я могу у кого-то что-то спросить, уточнить. Мне нравится коллектив. В 2022-м на Белшину устроился 61 молодой специалист. Годом ранее цифра была почти в два раза меньше. Специалисты разного профиля, от лаборанта химического анализа до закройщика резиновых изделий и деталей. Ребята обеспечены социальным пакетом и рядом привилегий. Считаю, что это большой плюс для молодого специалиста быть защищённым, быть наравне с остальными работниками нашего предприятия. Помимо всего этого, у них в коллективном договоре прописаны их гарантии. Молодой специалист, к примеру, имеет право на очередь на постройку жилья, первое очередное. У него предусмотрены проценты к трудовому договору. Иногороднее мы предоставляем общежитие. Это без вопроса. Ангелина Артёмчик вот уже больше месяца трудится медсестрой хирургического отделения Бобруйской центральной больницы. Это её первое рабочее место. Экстренная помощь, перевязки и послеоперационный уход за больными. Смена длится 12 часов. В будущем девушка видит себя врачом. Мне 19 лет вот исполнилось недавно, и я окончила наш Бобруйский государственный медицинский колледж на специальности «Сестринское дело». Хотела попробовать, но, знаете, мне очень понравилось. То есть я вообще нисколько не пожалела, что я попала в эту сферу. Среди молодых специалистов есть и те, кто выбрал целевое направление. Шансы закрепиться на первом рабочем месте минимум на пять лет. В медколледже в этом году таких больше 50. Фельдшеры, помощники врача, акушеры и медсестры. Как отметил президент, это большая льгота. Политика государства – обеспечение равных возможностей. Процент водоустроенных лиц в бюджетной форме обучения за последние несколько лет не меняется и составляет 100%. Что касается географии нашего распределения, то, конечно, в первую очередь наш колледж закрывает потребности средних медицинских работников нашего региона, Могилевского и города Бабуниска. Это порядка 74% выпускников. Остальные 26% трудятся в других регионах нашей страны. Приток кадров сейчас ощущают предприятия и организации по всей стране. Благодаря господдержке свыше 60 тысяч выпускников получили работу. Молодые специалисты защищены законодательством, получают подъемные и единовременные пособия, если переехали в другой город. Плюс доплаты в зависимости от сферы деятельности. Многих обеспечивают жильем и всячески поддерживают. Можно рассчитывать и на льготный кредит. Все, чтобы каждый успешно реализовался на профессиональном пути. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели. До 1 сентября всего 4 дня. Школа готова принять учащихся обновленные классы, коридоры, пищеблоки и спортзалы. Капитальный ремонт проведен сразу в четырех учреждениях образования. Тема первого урока – в исторической памяти силы единства белорусского народа. Приоритетом остается идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. Далее о том, какие изменения ждут учеников и родителей в этом году. С 1 сентября во всех школах страны вводятся единые и отличительные элементы одежды – эмблемы, галстки, жилетки. Каждое учебное заведение уже сделало свой выбор. В следующем году и вовсе отличительные элементы могут плавно перейти в единую школьную форму. Как вы относитесь к такому нововведению? Да, действительно. В мае 2022 года Министерством образования Республики Беларусь утвержден государственный школьный стандарт, пунктом 50 которого предусмотрена обязанность каждого учащегося быть одетым в деловом стиле одежды. С этого учебного года все учреждения образования ведут единый элемент одежды. Школы и гимназии нашего города вопросы проработали совместно с родителями. Поэтому с 1 сентября 2022-2023 учебного года в каждом учебном заведении будет единый элемент одежды с изображением эмблемы школы либо значок. Как я отношусь к этим нововведениям исключительно положительно. Считаю, что это поможет сплотить школьные коллективы, поможет дисциплинировать детей и развивать у них чувство гордости за свое учреждение образования. Вот до 1 сентября остаются считанные дни. Городские учреждения образования готовы встречать учеников? Сколько школ будет работать в городе, сколько учащихся и сколько ребят сядут впервые за парты в этом году? Безусловно, учреждения образования готовы принять учащихся с 1 сентября. В следующем учебном году продолжат функционировать 34 учреждения общего среднего образования, которые будут посещать более 23 тысяч учащихся. Впервые за парты сядут около 2,5 тысяч ребят. В дополнение к предыдущему вопросу, значит, паспорта готовности школы уже получили. Расскажите, в каких учебных заведениях проведен капитальный ремонт? Скажу, наверное, для начала в целом, что в рамках подготовки к новому учебному году учреждениями образования города проведена колоссальная масштабная работа. Проведены текущие ремонты учебных помещений, фойе, спортивных залов, особое внимание пищеблокам. Да, действительно, на четырех объектах образования проводился капитальный ремонт. Это средняя школа номер один для ремонта переходной галереи, средняя школа номер 20 – ремонт плит перекрытия в подвальном помещении, под столовой. Средняя школа номер 6 – ремонт системы водоснабжения и средняя школа номер 4 – ремонт кровли. Елена Сергеевна, в Беларуси принят обновленный кодекс об образовании. Что бы вы выделили в нем главное? Несмотря на то, что действительно кодекс обновленный, внесено достаточно большое количество, более 200 изменений и дополнений. В целом он обновлен 17 новыми статьями. Вместе с тем ключевые принципы деятельности системы образования остались неизменными. Это принцип доступности образования, качество образования. Он обновлен принципом инклюзии. Нововведения коснулись абсолютно всех уровней образования. Что касается дошкольного, то здесь оптимизированы виды учреждений образования. Предоставлено право реализовать программу дополнительного образования на базе учреждений дошкольного образования. Кроме того, местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право устанавливать наполняемость групп в местах, в микрорайонах с наиболее интенсивной жилой застройкой. Относительно общего среднего образования следует отметить обязательность общего среднего образования. Это говорит о том, что учащиеся, которые завершили обучение на уровне второй ступени образования, должны продолжить обучение либо в 10-м классе, либо в учреждениях профессионально-технического среднеспециального образования. Но в обязательном порядке они должны освоить программу общего среднего образования. В обновленном кодексе закреплена позиция организации образовательного процесса в учреждениях закрытого типа. В настоящий момент прорабатывается вопрос организации образовательного процесса в СИЗО номер 5 города Бобруйска. Будет закреплено учреждение образования определенное, которое будет обучать детей, содержавшихся под стражей. Еще одно нововведение, что с 1 сентября школьники смогут посещать занятия по психологической самопомощи. Насколько у вас требованы будут такие занятия, в какой форме они будут проходить? Да, действительно, с 1 сентября будет введен факультатив, который будет называться «Мое психологическое благополучие и оказание помощи сверстникам в кризисной ситуации». Это факультативное занятие, которое разработано Министерством образования, направлено на самопознание учащихся, на поиски путей и методов выхода из кризисных ситуаций, ну, оказание какой-то определенной помощи, в том числе и себе. Также в новом учебном году школьников ограничат использование гаджетов в стенах учреждения образования. Мобильный телефон, и ребятам придется оставлять специально оборону в местах. Насколько оправданы, на ваш взгляд, вот такие ограничения? Ну, в целом я скажу, что с 2019 года правилами минуторного распорядка для обучающихся во всех учреждениях образования уже предусмотрено ограничение использования средств мобильной связи и иных гаджетов. Единственное, конечно, что с этого года данная позиция закреплена в государственном школьном стандарте, и это уже обязанность каждого ребенка прийти в учреждение образования, выключить свой мобильный телефон и исключить его использование на учебных занятиях. Безусловно, это поможет в первую очередь дисциплинировать учащихся и создать благоприятную атмосферу на уроках. Ничего не будет мешать, поэтому я считаю, что это положительный момент, и так должно быть. Как в наших школах обстоят дела с профильным обучением? Есть ли возможность у ребят изучать отдельные предметы на повышенном уровне? И что нового в этом плане в бобруйских учреждениях образования? В прошлом учебном году профильным обучением было охвачено порядка 66% учащихся. С этого учебного года профильным обучением будет охвачено не менее 70%. В наших школах вводится два новых профиля. Школа номер 2, 24, 25, а также класс спортивно-педагогической направленности, средняя школа номер 10. В принципе, это и есть нововведение в профильном обучении. Сейчас все торжественные мероприятия в учебных заведениях будут проходить с обязательным прослушиванием или исполнением государственного гимна, также поднятием или выносом государственного флага. Появится больше занятий, направленных на развитие у школьников гражданско-патриотического воспитания. Сколько часов будет посвящено таким занятиям? Ну, наверное, следует начать с того, что действительно приказом министра определен порядок использования государственной символики на мероприятиях. Теперь действительно каждое мероприятие будет сопровождаться исполнением гимна государственного и выносом либо поднятием государственного флага. Работа по гражданскому и патриотическому воспитанию в первую очередь будет проводиться в рамках часов организационно-воспитательной работы. Безусловно, нельзя не сказать о воспитательном потенциале учебных предметов. В учебные программы 9-11 классов внесены изменения. Учащиеся будут изучать комплекс Великой Отечественной войны. Кроме того, программы обновлены материалами по геноциду белорусского народа до года Великой Отечественной войны. И, безусловно, сам закон о геноциде также будет изучаться учащимися. Спасибо и удачи новому ученому году. Спасибо. Алло, мы ищем таланты. Спортивные секции, творческие коллективы, клубы по интересам объявили о наборе новых участников. Среди направлений – танцы, вокал, ориентирование, робототехника, рисование, судомодельный спорт, графический дизайн. Паврусским школьникам предлагают как платные, так и бесплатные кружки. Было бы желание. Чем занять ребенка после занятий, знает Карина Гуревич. Чтобы найти дело по душе, нужно попробовать себя в разных направлениях. Желательно с самого детства. Бобруйску есть что предложить. К примеру, всем известны Шинанай. Коллектив покоряет зрителей почти каждый праздник. Научат душевно петь, зажигательно танцевать и выразительно читать стихи. Принимают ребят с 4 лет. У детей как такового вокала у маленьких нет. Это называется просто музыкальное занятие. Можно и родителям записаться к нам в коллектив. Родители занимаются бесплатно, дети занимаются платно. Занятия в студии 40 рублей в месяц. Детки принимаются все, а вот взрослые должны чем-то нас очаровать. Школа искусств имени Текотского открывает ребятам два направления. Театральное и музыкальное. А это 12 отделений. От фортепианы и скрипки до флиты и саксофона. С этого года появились классы народных духовых инструментов и электрогитары. Двери открыты для школьников от семи. Подготовительные занятия ведут для малышей 5-6 лет. Записаться можно до 10 сентября. Мы планируем еще открыть два направления по подготовительному отделению. Развитие речи через развитие музыкальных способностей. Там малокомплектные группы 5-6 человек. Занятия будут проходить два раза в неделю по 30 минут. Средняя стоимость ориентировочно 23 рубля в месяц. И также художественно-эстетическое развитие. Дети будут развивать свои творческие и музыкальные способности, знакомиться с музыкальными инструментами. Для тех, кто хочет больше времени проводить на свежем воздухе, подойдет Центр туризма. Наговорие, спортивное ориентирование и скалолазание, краеведение, прогулки пешком, на велосипедах и по воде. Педагоги научат путешествовать с умом, познакомят с историей малой родины и своей страны. У детско-юношеского туризма треогранный объект взаимодействия. Это ум, душа и тело. Занятие туризмом и краеведением позволяет детям обогатить свою душу и стать более самостоятельными в жизни. Они учатся у нас таким навыкам, которые пригодятся им во взрослой жизни. Стать ближе к природе поможет отдел экологии. Школьники научатся плести из лозы, сортировать мусор, высаживать растения и заботятся о планете. Плюс специалисты покажут и расскажут все о братьях наших меньших. Чем кормить хомяков, как мыть шиншиллу, где поселить морскую свинку и почему попугаем нужна пара. Хорьки живут в среднем 10 лет. Животное – хищник, поэтому кормить их нужно только мясом или специальным кормом. Самое главное – лакомство – груша или банан. Питомцы очень активные, поэтому не стоит оставлять их без присмотра. Центр доп. образования развивает самые необычные направления. Робототехнику, авто- и судомодельный спорт, 3D-моделирование, резьбу по дереву, компьютерную графику. Также есть художественные и физкультурно-спортивные классы. Работает военно-патриотический профиль. Научат собирать и разбирать автомат, ориентироваться на местности и покажут приемы рукопашного боя. 3 сентября приглашаем юных бобручан к нам сюда, в центр, на площадку «Социалистическая 90», где пройдет день открытых дверей в рамках дня внешкольника. С 12 до 14.00. Мы представим показательное выступление наших спортсменов, показательное выступление патриота нашего клуба военно-патриотического. Также будут предложены выставки, мастер-классы и, конечно, техническое направление нашего центра. Провести время после уроков интересно и с пользой помогут десятки клубов города, в том числе районные и на базе школ. Самое главное – родителям не нужно переживать, где находится их ребенок, а юные дарования могут проявить себя и достигнуть больших высот. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Островок безопасности. В стране ее просили получение разрешения на постоянное проживание. Касается это тех, кто имеет корни в республике или этнических белорусов, которые проживают в приграничных государствах. Их ходатайство рассматривается в ускоренном порядке до 30 дней. Уже принято больше 20 заявлений от граждан Прибалтики и Польши. Консультация граждан приграничных государств Республики Беларусь по данным вопросам продолжается. И мы отмечаем высокую заинтересованность гостей в возможностях получения разрешения на постоянное проживание и дальнейшей интеграции на жительство Беларусь. Напомним, для граждан Литвы, Латвии, Эстонии и Польши установлен безвизовый режим. С апреля возможностью воспользовались уже больше 200 тысяч человек. Расширяя порфель брендов, бабушка Накрынка выводит на рынок новый перспективный продукт на растительной основе – не молоко. Выпущены уже две экспериментальные партии, которые получили самую высокую оценку дегустационной комиссии. Здоровую, полезную, экологичную альтернативу молоку продегустировала Татьяна Горбач. Правильное питание, растительные ингредиенты и натуральные продукты – мировой тренд. Все больше людей по разным причинам отказываются от еды животного происхождения. Бобруйский филиал бабушкиной крынки чувствует веяние времени, поэтому не остался в стороне – запустил новинку. Неделю назад на нашем филиале была выпущена пробная партия напитка овсяного, ультрапастеризованного, массовой долей жира 3,6%. Этот напиток состоит из овсяной муки, которая сама по себе очень ценна. Регулярное употребление овсяного напитка нормализует уровень сахара в крови, а также холестерина, а также способствует хорошей работе желудочно-кишечного тракта. Качество нового продукта оценила дегустационная комиссия. Все параметры – от состава до вкусовых характеристик на высшем уровне. Сомнений нет. Здоровая, полезная и экологичная альтернатива коровьему молоку будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Немолоко – настоящая находка для аллергиков. Продукт идеально подходит для питания взрослых и детей с непереносимостью лактозы. Плюс будет полезен спортсменам и желающим нарастить мышечную массу. В Бобруйском филиале производят еще сметану, сливки, молоко и коктейли. В сутки только творога различных видов от 12 до 14 тонн. Ассортимент – порядка трех десятков наименований. С упаковкой проблем нет. Закупали за рубежом. Запасов хватит на 4 месяца бесперебойной работы. Дальше дело за белорусской промышленностью. Президент дал четкое указание – до конца года наладить собственное производство тетрапака для продовольствия. Город Бобруйск обеспечивает 4 крупных района, в том числе и город. Общая отгрузка в месяц составляет 1300 тонн. Также с нашего филиала мы отгружаем продукцию на экспорт. Это Российская Федерация. Примерно где-то 230 тонн в месяц. Отменный вкус и безупречное качество бобруйской молочки ценят в Китае, Армении, Казахстане, Грузии и Азербайджане. География поставок с каждым годом только расширяется. Новаторские разработки неизменно завоевывают не только сердца покупателей, но и победы в конкурсах и профессиональных дегустациях. В этом году мы принимали участие с нашей продукцией выставки «Белагра» и выставки «Продэкспо. Город Москва». Там в Москве мы были достойны тремя наградами. На «Белагра» наш творог «Пятерка» 5% жирности был достойен диплома первой степени. Этот год начинался и продолжается для нас успешен. Поступление молока к прошлому году составило 102,2%. Производство товарной продукции в действующих ценах составило 108%. Идти в ногу со временем, трудиться на совесть, перспективу и без оглядки на санкции – секрет успеха бабушкиной к рынке. Здесь изучают лучшие европейские практики и внедряют самые перспективные из них на отечественном рынке. Плюс разрабатывают новые уникальные продукты. Это как раз тот случай, когда молочные традиции обретают современный облик. Татьяна Горбач, Максим Галеонко. Итоги недели. Смертельные наводнения, грязная забастовка и жаркие дни. В Европу пришла самая сильная засуха за 500 лет. Какие последствия? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Джо Байденс пишет долги по кредитам на учебу. Новые льготы коснутся большинства американцев, которые зарабатывают менее 125 тысяч долларов в год. Почти половина всех заемщиков больше не будет должна государству ни цента. Сейчас около 45 миллионов жителей США имеют задолженности на общую сумму в более чем полтора триллиона долларов. В Германии ужесточают ковидные правила. С октября по всей стране пассажиры самолетов и поездов обязаны носить маски. О медучреждениях важны не только повязки, но и справки о вакцинации. Лето жители пережили с эпидемиологической точки зрения успешно. Однако несколько недель назад был отмечен новый рост смертности от вируса. В основном среди пожилых людей. На улицах Эдинбурга скапливается мусор из-за забастовки уборщиков. Ожидаются, что скоро начнут протестовать и работники нескольких других городов. Это связано с низкой заработной платой. Все они требуют повышения. Очисткой дорог и тротуаров занимаются уличные художники. Туристы шокированы беспорядком в шотландской столице. А местные жители жалуются на нашествие крыс из-за гор пищевых отходов. Многие страны Азии и Африки страдают от наводнений. Рекордные осадки вызвали паводки на северо-западе Китая. Погибло 26 человек. А в Пакистане жертвами муссонов стали минимум 36 местных жителей. Плюс тысячи эвакуированные. За последние три дня число погибших на севере и востоке Индии перевалило за 40. В Европу пришла самая сильная засуха за 500 лет. Озеро Брине на границе Швейцарии и Франции высохло почти полностью. Раньше его глубина достигала 18 метров. Кроме того, значительно снижается урожайность посевов. Низкий уровень воды в реках и озерах усиливает проблемы с окружающей средой. Плюс из-за высоких температур возникают пожары. Им только с начала года огонь уничтожил почти 700 тысяч гектаров леса. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, новые итоги. Субтитры сделал DimaTorzok